welcome 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 дорогие друзья партия skt flash wolf два лузера этого чемпионата сейчас будет играть друг против друга большое длинное интервью сейчас брали у руки ничего сверхъестественного не было сказано мы хотим выиграть мы удивлены конечно вьетнамом агрессивные но таких команд сотни тысяч а мы одни мы лучшие да нет такого не было сказано то что не договорил главный игрок команды как раз таки инвиктус гейминг я договорил для вас раза забирает команда skt сегодня им не хочется явно уходить 02 как не хочется команде flash wolf уходить 02 но кто-то из них явно кажется без победы на сегодняшний день команда skt проиграла команде g2 а команда flash wolf проиграла команде тем ликвид и оба коллектива выглядели очень пассивно не придумали они как бороться с вечной осадой своих соперников вы видели как g2 уничтожили можно сказать канна и начиная оттуда начал совершать ошибки мата нехватка обзора нехватка топера привела к тому что команда skt проиграла партию но flash wolf и просто проиграли по макро не знали как сражаться за объекта они выбили хороший себе late game но объект за отдавали в какой-то момент они осознали что отстают уже три дракона и 5000 точнее будут отставать три дракона и 5000 уже отставали к тому моменту и решили за третьего дракона по сражаться что привело к удручающим последствиям 9 я здесь я здесь ребят кто прошлое выиграл виктория понкина выиграла команда invictus gaming skt забирает себе рай за забирает лисина и браума два дисэнгейджера и райс это чистый 4-1 сплит пуш пока что выглядит так стратегия их команда же flash wolf набирает себе all-in комбу которым можно играть как 3-1-1 так и просто 3-2 комбинацию чем файтовую посмотрим на что они будут дальше добирать у нас картинки пропали задумались у нас здесь у нас экран пропал как видите о все вернулся экран просто извините нечего было комментировать мы не знали что происходит просто пропал экран бэйтси и как его шауси да чья уси я уси шасси который быть еще не добрали себе своих чемпионов контр-пик скорее всего будет команда блин как тяжело когда халтура такая происходит у нас на экране минуса кенана я вижу минус ариану я вижу сделала команда skt как раз чтобы разбить хороший тимфайт но оставили открытой и релию и релию забирает тут же себе на команда flash wolf но сохраняет контр-пик они все еще для возможного флекса топера мидера скорее всего или подождите они задумались рамбла рамбла забирает это будет топ-лейнера а вот мидера да будет они флексить когда увидят точно куда не зачем будет отыгрывать команды skt skt чистый 4-1 а дальше добирают берут себе к листу к брауму и скорее всего на топ-лейн либо на мид-лейн возьмут сейчас еще одного десенгейджер контроль чемпиона контроля вейвами который будет заниматься очень хорошо подходит если для топа то это владимир если для мид-лейна то можно почти любого контроль мага брать один уже забанен неприятный тариана они сами или себе хотят забирать команда skt просто добирать себе релию да рада видеть сайласа в бане все будет пока skt не пикают сайласа хотят вроде как взять себе команда флэш вульф и у меня возникает вопрос а чем они собираются играть против команды skt дальше ведь чагат этот это просто танк на топе который будет просто танковать для команды джарван скорее всего пойдет в лес это понятно рамбл отправится у нас на мид-лейн ну и на у тилус будет на боте чем они выигрывать собрались это типа комбинация четыре танка кайса но своеобразные такие чемпионы конечно же у них нехватка урона очень сильная нехватка урона какой-то момент они поймут что просто банально не могут убить райза или не могут убить и релию чё там во вьетнаме за свет не заплатили райты но похоже на то но давайте посмотрим осталось две игры на сегодня да нет три игры прошу прощения чуть как-то игры сегодня долго идут сейчас посмотрю да все верно три игры сегодня скт флэш вольф инвиктус гейминге g2 и тем ликвиды фонг ву буфала завтра тоже у нас будет 6 игр послезавтра ребят тоже будет 6 игр после послезавтра именно в понедельник будет опять 6 игр как ни странно и даже во вторник будет тоже 6 игр то есть нас с вами ждет 5 игровых дней очень тяжелых не будет времени даже на соло q какой-то но я скорее всего буду там запускать просто чтобы там first day win сделать но без стрима наверное буду это делать плюс у меня еще там есть обязанности некоторые которые надо выполнить люди за донатили на гайд по варвику на топ-лей не коротенькие хотя бы просто видосик сделать на эту тему хотелось бы хотя я сейчас пытался данные пособирать посмотрел в перерыве варвика вообще никто на топе не играет а если те кто играет то они им проигрывают в основном в общем надо будет как-то в комбинации с чем-то сделать этот гайд варвика на топ-лейн потому что это не рабочая тема также у нас там запланированы уроки но их я не знаю когда я успею сделать учитывая как все идет в общем придумаем ну и еще видео по моей поездке в роттердам часть номер два нужно тоже ее сделать раз будет рубить четыре тушки голоса фросткуринге коба и каптан флауэра и мой голос там тоже где-то еще должен был быть записан ну чтож а честно я считаю команды скато перепикала команда флэш вольф это леник фаза за командой скато 55 процентов мидгейм за командой скато 55 процентов лейтгейм за команды скато в районе 60 процентов флэш вольфы отвратительно провели в пика бан фазу может быть мы чего-то не знаем про рамбла но я смотрю у него стандартная руна красная ветка плюс аркан комета где он будет просто запушивать а фейкер взял и рели будет стоять против него на мидлейне линия сама по себе рамбл против и рели не выигрывается так легко щиоса станет избивают сразу же вырываются стрелы и щауси его мы вспомнили о его никнейм шиоси щауси щауси дайте на листочки запишу себе чтобы не путаться потом как это произносить записано клит тем временем встречается там жарваном жарвана конечно хороший контроль есть за краба и кто его выиграл этого краба выиграла буги этого краба но клит его нормально так продамажил и даже не знаю будет ли сейчас боги после на того как заберет один кемпыти сразу свой синий лес и падет просто так на рекол посмотрим у скт 311 да по сути скт здесь отыгрывают 311 как вы знаете 311 считается очень сильной стратегией против 4 1 комбинации но здесь флэш вульфы тоже какое-то подобие 311 сделали ой я говорился 311 ну да не я не говорил все верно сказал 41 да я сказал что они 311 побеждает 41 все верно но здесь у флэш вульфов не вроде и тимфайтовая комба 3-2 тут три танка 2 керри но с другой стороны если так задуматься но не очень похоже да нормально скорее тоже 311 какой-то недоделанный очень сильно здесь поддамажили мату потому что он пытался убить шауси прилетать сюда разы на своей телепортации фейкеры говорит ладно разменяем один флэш с хиллом тэддика тем более что хилл и игнайт потратил шауси и бете на бот-лейне за ирелию которая запушила мид-лейна за динайло крипов в рамблу и рамблу теперь надо возвращаться он будет по уровню отставать вообще приятная приятности сплошные получила команда скт в этом моменте а боги делал все же рекол видите после того как забрал рапторов с этого рекола купил себе он руби крисал то не будет а дэшный джарван это будет чистый танк джарван но теперь мы все теперь мы точно знаем это 3-2 комбинация 3 танка 2 керри где наутилус джарван и чагат это просто танки команды а рамбл и кайса это чистый получается керри но блин какой нафиг керри рамбл понимаете это кто не знает чемпион на рамбл обладает очень сильной своей ультой но она сильно именно в мид гейме чем дальше идет играть тем слабее становится рамбл урон у него проседает и по сути кто-то должен более серьезно урон наносить обычно рамбл это саппорт типа ability power чемпион на топ-лейне просто хорошее замедление много урона наносят на лейнинг фазе много урона в мид гейме хорошая война за объекты но в лейд гейме это бесполезность зачем они взяли опять лысого но это вообще считается лучше чемпионом уклида так что не думаю в этом причина джарван будет работать вместе с рамблом но если так то да там еще сайланс есть подкидывание у ханаби есть это такая 32 комбинация три танка два керри они будут играть у нас кулаком против 311 идея вроде неплохая но заменение рамбла на более нормального мид лейнер ну ариана была забанена вы помните но помимо арианы есть та же самая талия и подобные ей еще чемпионы там синдра и я бы уже отвечал флэш вульфом неплохой лейтгейм а теперь у нас проблема потому что ханаби скорее сейчас убьют канда это еще про касту а кейл зарабатывает себе клетно прыжком на вард он быстренько анимацию снимает свои автоатаки прыгает на него и добивает лисин же побеждает же 4 на лисин побеждает же 4 все верно по именно поэтому они взяли лисина но там человек спросил вообще что почему лисина взял лисин же бесполезен да в лейтгейме он бесполезен но это один из лучших чемпионов оклида и жарваном нет никаких проблем у этого чемпиона почему ушел с твича я пока не я никуда не ушел ты о чем восклицательный знак твич напиши команда чата с работы тебе все подскажет скотешники пока просто сидят их устраивает ситуация быть запушенными лисин сделал ганг на туплей на один успешный возможно будет час война за краба возможно не будет а и реле смещается кан тоже хочет сместиться но слишком поздно краба уже забрали айджи выиграли ли pvb айджи конечно же неужели кто-то верил что может фангу буффало одержать там победу ура мой бот дал вам ответ показывать вам еще раз повтор как видите ханаби пытался запушить линию надо было две автоатаки дать по задним крипам и когда он осознал что идет ганг было слишком поздно криф перифлашился стан сайланса не было у ханаби ну и дальше сейчас он прыгает на вард и сразу дает еще одно автоатаку красиво кто сильнее калиста или кайса на линии именно калиста в мидгейме я бы тоже отдал предпочтение калистина чем дальше идет играть тем слабее становится калиста то есть если циферки взять она наверно в начале игры имеет там 60 на 40 преимущества и с каждой минуты матча все слабее слабее становится а в лейте уже кайса там 60 на 40 имеет над ней вот все связано с тем что калиста это чисто такой автоатакер по ленинг фазе работающий отлично за счет своей пассивки но в самой вообще большой игре тут уже проблемы у калиста из-за ее не мобильности как бы это странно не звучало но мобильности и и строится на прыжках после автоатак сами понимаете нужная мобильность именно прыгающие потому что тебя автоатаки его тот же самый чагат будет просто отменять своим подкидыванием либо сайлансом никуда не убежишь или джарван своим подкидыванием может задеть я ну да были близки но я честно думаю что ай джи это была дайте такая мандраж игра первая международная игра в этом году при этом играет против команды за которую все болеют то есть хозяев чемпионата ну и сами просто инвиктусы еще не совсем въехали как им отыгрывать чемпионат хороший хук на браум не спел циркулиться видите он прикрыл тэддика тэддик циркулился и мата пропускает очень много урона но не страшно он циркулиться после этого пока никто никого не убивает 800 золота преимуществ команды скт шестой уровень взял наш джарван у разера тоже есть шестой уровень выбивает раз а здесь пинкварт буги пока не показывает свое местоположение специально чтобы не было никакой информации у противника чтобы на рай за тоже оказывал он давление ветра из тоже знает что там сейчас есть ульта у джарвана и это опасно а теперь буги приходит сюда фейкеры с этим зажался подвышку фейкеры и никуда не лезет ему не нужно здесь побеждать эту линию он знает что они так и так выигрывает матч просто дождаться power spike предметов всем чемпионам команды скт и тогда можно будет дать битву финальную шауси тоже сюда пришел правда он-то по вардам прошел и фейкер вроде как это видео видите здесь вард стоит как раз таки прикрывающий это фейкер байт этом прыгает он все хочет как бы выманить шауси но в этот момент лисин организовывает уже убийство на топ-лейн и команда флэш-вульф понимает что все знал фейкер фейкер все знал мгновенно сразу выход команды флэш-вульф на дракона потому что нельзя это терпеть на второе убийство уже организованное на чагате райзом и лиси на уроки даже сказал что они ожидали аркады ну знаешь ожидать аркады и попасть под такую аркаду это две разные вещи то есть многим нам кажется что мы действительно готовы к той или иной вещи что мы подготовились достаточно и ожидаем ее а потом бах она происходит и ты блин что-то мы не готовы на самом деле фейкер просто их троллил как молодых только что он знал что там два игрока сидят потому что не просто так сходил разор выбивать пинкварт ну то есть начнем почему фейкер так предположил сначала пришел разор выбил у него пинкварт фейкеровский для при этом джарван должен был быть как раз в районе ботлейна после этого рамбл не байтал на фейкера ну то есть не давил на фейкера стоял так чтобы фейкер как раз через крипов мог к нему только прыгнуть только по-другому можно было там достать а потом он еще увидел на утилуса на вардах и понял что ясно они втроем просто хотят три ульты в меня дать и убить и фейкер просто сидел и ждал прыгал иногда на крипа потом отпрыгивал назад и все ханаби проигрывает смайт войну у него не было ульты и поэтому не пошел просто издалека кинул кушку в надежде что получится очень похоже на то что эта партия ребят я понимаю что неприятно вам сейчас смотреть после того что творилось в матче фонгу буффал с командой айджи где мы море эмоций отдали но вот такие игры должны быть тоже в лиге легенд не должно быть прямо такого хаотичного мяса который происходит здесь наглое наказание команду флэш вульф за то что отвратительно баны пики провел главный тренер и еще раз и еще раз я возвращаюсь к мысли что получается флэш вульф именно только против веги показывали такой высокий уровень игры потому что против сегодняшних своих соперников они масса ошибок совершают с кт нельзя играть медленные игры тут я с тобой соглашусь нынешний состав команды с кт обожает медленные игры а это не означает что не умеют играть быстро игры или не умеют играть early game pressure с этапы но именно лейтгейм они обожают это фейкеровская как раз таки идея вместе стоять попытка убить фейкера какая ульта от буги он испортил все это ультующий ёк не смог ворваться ни в кого он кинул хук и попал прямо под катаклизм и залететь туда не смог 2-0 счет сохраняется все это время кан спокойно ломает вышку на топ-лейне и команда флэш вульф готова уже выходить из этой партии я даже не представляю что ощущает вот такие команды просто мне с моим аналитическим как говорится с сегментом ума когда я вот прекрасно понимает тот или иной сетап и мне хочется прям ругать человека который нам это на драфт и вот мне интересно какие сейчас ощущения у команды флэш вульф там флэш с ультой потратил ханаби чтобы убить лисина но у него ничего не вышло какие мысли вот посещать сейчас игроков команды флэш вульф которые вот понимают мы ничего сделать не сможем если мы сейчас еще через две минуты не выйдем вперед по золоту мы проиграли партию все вспоминаем лягушек ребят кто помнит лягушек поднимите в чате руку кстати говоря ребят ставьте на ю тубе лайки если хотите чтобы мы дальше продолжали стримите масса и и напоминаю что был у нас недавно озвучка сделана на комикс люкс это озвучка абсолютно бесплатно было сделано можете посмотреть на ю тубе к чему я это веду к тому что если мы много там лайков соберем или много просмотров то вторая часть будет сделана обязательно что-то еще хотел сказать и улетел из головы пока как говорится реклама да после этой игры наверное мы проведем этот розыгрыш про который я говорил так что на ю тубе как раз люди собирайтесь после этой игры имеется ввиду в следующей игре проведем розыгрыш приза там чате надо будет написать любое сообщение сурендер запрещен ли а он не запрещен официально но и не разрешен также скажем такое знаете возможность за ff эту игру есть и даже некоторые команды совсем недавно там чуть ли не год назад нажимали ff когда им база уже дала мы вали за это их не наказали то есть там и санули команду и вместо того чтобы смотреть как тебе убьют сейчас ингибитор а потом убьют nexus они решили просто сдаться их за это никто не наказал но сам вот ff обычно райт геймса наказывают штрафом финансовым либо это потому что это ребят чемпионаты которые транслируют зрители смотрят эти матчи хотят видеть как nexus будет убить это неуважение не только своего соперника что ты вышел из игры раньше времени эти по не уважаешь своего соперника считает что они не достойны сломать тебе nexus ну типа того это еще не уважение зрителей потому что здесь все же киберспорт стремится к настоящей спортивности к лицензионности и вы когда-нибудь видели такое чтобы знаете команда которая проигрывает там по футболу 304050 там на 80 минуте потом они такие ладно все мы уходим как бы мы не отыграем эти пять мячей которые проигрываем все мы уходим с поля но никто же так не делает футболе и кто-то из вас скажет ну так в них ни в каком футболе так не делается нет делается ребят вспоминаем уличный футбол обычные которые во дворе происходит можете сравнить его с нормаль сами где ff тоже прожимается так что обычно за это риуты наказывают все же команды которые просто фф но также и в обратку наказывают команды которые затягивают игры специально чтобы набрать себе статистику они пытаются закончить игру то есть если одна команда имеет мега преимущество но идет забирать на шора в тот момент когда можно пойти просто добить nexus их за это накажут как неуважение тоже соперника также есть моменты с предметами когда предметы специально покупаются те которые явно никогда в жизни не собираются тому или иному чемпиону и это не концепт стратегии а его начали собирать когда уже типа лидирует там 40 киллов на 2 и они все равно вот начинают прикалываться за это тоже наказывают тоже неуважение соперника так что и в ту и в ту сторону работают эта схема только начинаешь камбекаться в дворовом футболе как васю которого мяч мама зовет ужинать да и говорят оставить мячинку нет он папа мне его купил привез и из бразилии сам ездил туда с банановой ветки срывал его ну папа короче ругать будет а формуле-1 такое приемлемо да кстати формуле-1 бывает что некоторые игроки просто заезжают в пит-стоп и не выезжает оттуда паркуются выходят из тачки говорят все дарина наказали но это сейчас все начало так развиваться если вы продали на пытаетесь вспомнить именно дарина не наказали но именно дарин по сути стал родоначальником вот этого небольшого хейта и тогда риуты подумали за это надо бы наказывать и тогда начали вот разрабатывать эти правила но кстати жоня на крокодила по-прежнему разрешена потому что у крокодила но этот предмет дает ему небольшой прирост урона все же но например когда тиамат можно было собирать на дальнобойных чемпионов все равно одна моргана которая собрала тиамат на чемпионате именно тиамат тогда можно было это делать ее наказали это было в китайском турнире наказали по моему 300 долларов и бан на одну игру 300 долларов с команды или с игрока там не знаю как они это даже генжи не наказали за тринити форс на кагмаве да хотя дабл лифт очень сильно говорил про это розыгрыш только будет на ю тубе там может быть завтра еще сделаем на год гейме каждый день у нас будет розыгрыш у нас 5 игровых дней 5 скинов есть ребят и будем их вам раздавать 5 розыгрышей каждый день завтра тогда сделаем на год гейме давайте сегодня на ю тубе сделаем а завтра сделаем на год гейме ну или вы сегодня хотите на год гейме миссионов какой последовательности можем сегодня сделать на год гейме на год гейме тоже есть возможность выбирать рандомного зрителя так что формуле это делается чтобы можно было без наказания коробку передач новую поста и по правилам 1 из 6 гонок так что это страта даже не знал про это что за скины не знаю мне прислала генезис сказал это новые скины на калии а калии саша грей называется скин в основном только на ру сервере можно будет их использовать потому что только на ру сервере а калия работает как саша все глупые шутки успокоились чего не такие медленные где где action где мясо ребята описать такой бы скин был скины на самом деле на ру сервер будет так что если у вас нет ру серверского аккаунта можете передать кому-нибудь кто строит сервера выходить хук ловит фейкера но фейкер не один фейкер с командой и это финальное было сражение для команды флэш вульф судя по всему фейкер пропишет сан минус щи йог попытка идет джарваном убийство джарвану не хватает урона потому что он пошел футанка ханаби туда флашится делает двойное убийство подходит сюда тэдди тэдди начинает убивать буги буки уходит джоню если у него комбак комбом будет сейчас тратить но через кану он не пройдет его вырезает 6 2 становится счет в этой партии три игрока команда флэш вульф погибает ну а команда скт потеряли за это браума и фейкера они с удовольствием в общем-то их отдали на еще и вышку на медлайне сломали то есть представляете какой контроль гигантский сейчас будет на карте так флэш вульфом надо что-то поменять в игре к завтрашнему дню на данный момент они выглядят без изюминки знаете есть команды такие стабильные просто команды крепенькие есть команды с изюминка есть но у лидеры и под лидерами я все же сейчас пока отмечу команду тем ликвид команду g2 крепенькую коллектив пока выглядит энрик туз гейминге skt ну вот за сегодняшний день пока так выглядит изюминка есть у команды фангу буффало а флэш вульфы не под один из этих трех пунктов не подходит их нельзя считать лидерами потому что они массу ошибок совершают в драфте и просто в игре их нельзя считать с изюминкой потому что они ничего не делают в матче они просто нудные она показывает повтор как шауси ловит у нас фейкера дает по нему ульту проказ но классно фейкер уворачивается от эквалайзера разора и катаклизм только сейчас придет тут представляете если бы катаклизм был самого начала может быть бы что-то и получилось в этой стадии игры еще у команды фангу буффало по цифркам помните я говорил у команды skt все стадии игры будут преимущества 55 процентов начала 55 процентов медгейм и лейт за skt 60 процентов уж слишком сильные чемпионы давай розыгрыш после следующей игры после вряд ли вот во время нее да потому что надо людей побольше собрать и и следующая игра как раз таки будет играть команда g2 так что людей будет больше к тому моменту прыжочек идет клеит удар ноги ханаби станет фейкер пытается убить у ханаби огромное количество здоровья дает двойное подкидывание телепорт телепорт прилетает разор и не попадает мата своей ультой хорошее подкидывание ханаби мимо все же такие классно когда уворачиваются знаете браумом уворачиваются от заклинаний скиллшотов противника при помощи W прыжка на крипа выглядит как-то особен теди идет быстрее лисина прибегает на крипов забирает их алисин такой расстроенный что мне теперь делать мол куда мне бежать бежит на единственного громпа который остался у него в лесу но фейкер не умер не уже как говорится хорошо клит расставил здесь вардики теди тоже с этим чемпионом скалисты вы знаете очень легко можно забирать наш ора потому что вы можете вырывать стрелы до полутора там а то и 2 с половиной тысяч здоровья с наш ора в зависимости от того сколько стрел вы туда набросали мата пока слишком много ошибок совершать да вот тут я с тобой соглашусь и вот этот матч против g2 тоже стал для него роковым но пока выглядит очень слабо но вот кан в этой партии ребят райс против чагата кто не знает райс против чагата это стандартный матч а кстати говоря ленинг фаза обычно заканчивается в плюс 10 где-то фарма в пользу райза ну и вот тебе и райс от кана 2 0 2 с лисином товар дайвы они организовали пару раз плюс 30 фарма и никаких проблем то есть вот тебе кан когда его никто не трогает но пока ханаби выглядит на самым слабым топ лейнером потому что его импакт победил и кант теперь победил сколько здесь вардов стоит еще один вард в этот куст попал это стратегия интересная стратегия фенер бахче кто не знает фенер бахче на этом чемпионате показали интересную стратегию под названием два пинкварда в один куст причем если в первой игре мне показалось что это могла быть случайность ну два игрока просто одновременно пинквард поставили ну такая тема бывает то чем дальше шла игра чем больше точнее игра не отыгрывали тем больше убеждался что это это реальная стратегия они специально ставили два пинкварда в один куст для того чтобы иметь там обзор всегда выбить два пинкварда это нанести надо не четыре автоатаки а 8 вы же не можете а у ее урон наносить по пинквардам понимаете да это жесть какая-то и ты понимаешь что на самом деле плохая идея а в основном они контролировали вот этот куст куст на реке она только не здесь а куст на реке возле дракона два пинкварда в него и два пинкварда вот в этот куст это была их идея чтобы как раз хороший был обзор да на шори постоянно врыв мата дают подкидывали ооо красивый келл мата поймал на вардах шауси и шауси у нас отлетела буги сейчас будет скорее всего фэсчекать тэдзи занимает позицию буги какушка не попадает клит может стоило на шора делать а зато мата попадает своей кошкой но к лице но не успевает а тут добраться тем временем кан просто разору рассказывает почему рамбла никто не играет сейчас и почему у рамбла как бы не так много в игре времени чтобы себя воплотить рамбл знаете это как атовизм вот я вспомнил это слово рамбл это нынешний атовизм если лисин по крайней мере лисин он тоже в лейтгейме жутко слаб но у него есть какая-то хотя бы идея там с ударом ноги и хорошей осадой в начале игры там какого-нибудь лесника вы выбираете и гоняетесь за ним или выбираете какого-то чемпиона и бы беседите его то рамбл он реально хорош на линии неплох тем файтах но как только добираемся мы до лейтгейма понимаем что рамбла просто нет вот и весь его урон это кстати вот все больше у рамбла ничего нет а это минус уже получается буги в этот момент факер дает ульту которая зонит всю команду флэш вольф станет у нас бедного разора его тоже срезают и команда с кт делать забавно там парень в чате написал рамбл это не атовизм это аутизм но возможно и так я иногда в словах путаюсь но интересно это мертвый чемпион на данный момент не галко он работает поймите меня правильно в салуку это хороший чемпион и конечно есть лучше но это не тот чемпион которого у кто-то из вашей команды возьмет и вы такие сразу да ну нафиг я играть с этим не буду хочу выйти из этой игры попытка была от ханаби и бедного шаосе добраться не шаосе они чагат до туда не добрались на шорт за команда скт шасси бежать бежать шасси шасси не убежать и не улететь 12 2 легкая игра для команды скт на банных пиках они ее выиграли зефа справился правда с командой g2 не тоже неплохой драфт провели помните но справиться с командой g2 не смогли ульта рамбла это весь был урон ничего не вышло раз в этот момент перетягивает парочку крипов из себя телегу главным образом он перетащил чтобы закончить эту партию закончить мучения команды flash вольф надо идти отдыхать flash вольфом надо пересмотреть сегодня повторы своих этих двух отстойных реально отстойных игр посмотреть как они побеждили команду вега сквадрон посмотреть как они победили свой чемпионат что они тогда делали чего не делают сейчас потому что сейчас они не делают ровным счетом ничего команда скт одна победа одно поражение за сегодняшний игровой день нормальная статистика добротная каждый день я вам показываю будет 5 игровых дней команда скт и все остальные команды будут играть по две игры так что можно все еще закончить победа одно поражение но flash вольфы делить будут последнюю позицию скорее всего с команды фанг во буффало но хозяева этого чемпионата будет играть последнюю игру за сегодня а следующая игра у нас как раз таки матч команды g2 против команды инвиктус гейминг вот это будет интересно мы пока идем на перерыв гейминг м м м м м м м м